Семейные ценности Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любить, понимать друг друга, заботиться о близких, прощать обиды и уважать старших. Родные всегда окажут поддержку в трудную минуту, помогут словом и делом. Любящие тебя люди обязательно порадуются твоим успехом и достижением и даже разделят с тобой горечь неудач. А ведь это так необходимо – знать, что ты не один. Стоит отметить, что семья нередко становится рычагом к выбору дальнейшего дела жизни. Хороший пример перед глазами вдохновляет последующие поколения выбирать ту же профессию и уже превратиться в целую династию, которая передает из поколения в поколение данную традицию. Семья Журавлевых из города Усть-Каменогорска представляет поколение учителей с 200-летней историей. Что же влияет на это – гены, призвания или дар передавать свои знания, мы узнаем в сегодняшнем выпуске программы «Мерилиотбаса». Расскажите, пожалуйста, о ваших методах воспитания, о семейных ценностях. Про злого, доброго полицейского рассказываете? Рассказывайте. Все хорошо. У нас есть добрый полицейский – это я, и есть злой полицейский – это Маша. Поэтому, если по-серьезному, как мы уже говорили неоднократно, самое главное в воспитании – это собственный пример. То есть мы стараемся своим примером, своим поведением, своим жизненным опытом детям показать, мы будем говорить, правильное направление, как общаться в коллективе, как общаться со сверстниками, со взрослыми. Ну и стараемся в большей степени уделять им внимание и отводить свободное время и проводить вместе. А отличаются ли дети учителей, педагогов от детей, допустим, обычных сотрудников государственного учреждения? Ну вот иногда спрашивают, отличаются ли учащиеся одной школы от другой школы, или ученики, да, допустим, те, которые, вот когда мы обучались от сегодняшних, я всегда отвечаю на этот вопрос, что дети всегда, в прошлое время и в сегодняшнее время, они были детьми со своими интересами. Единственное, меняется мировоззрение. И так или иначе, я думаю, что дети педагогов, они ничем не отличаются от других детей. Расскажите, пожалуйста, историю вашего знакомства. Познакомились мы на базе отдыха в свое время, были тоже молодыми, поэтому познакомились мы на дискотеке. И вот с тех пор, вот уже живем продолжительное время. Да, родовщина у нас скоро, 19 лет, как мы женаты. Знакомы 20 лет. Какие самые главные моменты, которые нужно помнить, чтобы брак был счастливым? Ну, это, во-первых, доверять друг другу, рассказывать. То есть у нас тоже не сразу все, вначале, естественно, было так вот. Любили там настолько, что не могли друг без друга. Потом притирались, ну, это любой человек. И здесь же надо у одного свои привычки, у другого привычки друг к другу притереться. И вот мы как бы нашли, находим точки соприкосновения. У нас есть добрый полицейский, злой полицейский. Трудовой стаж Дмитрия Журавлева 20 лет, а его супруге Марии 15 лет. Они воспитывают троих детей и живут в счастливом браке уже 19 лет. Вопрос к вам. Обязательно ли идти на компромисс, идти на уступки в семейных отношениях? Я считаю, что не может существовать в семье без компромиссов, без взаимопонимания. Потому что есть какие-то моменты, когда, если ты не уступишь, то это может перелиться, да, какой-то перерасти в конфликт. А такого в семье быть не должно. Даже на примере не только взрослых, но и на примере тех же самых маленьких детей, очень часто в семьях рассказывают о том, что старшие с младшими не ладят. Вот отдать должного у нас такого нет. Ребятишки очень любят, друг друга ладят. Старшая сестра, в первую очередь, даже когда начала подрабатывать первую свою зарплату, она потратила на младших братьев, не на себя. И сейчас уехала далеко, каждый вечер звонит им, шлет приветы. И вот кое-кто даже спать не укладывается, пока сестре не помашет. Так что все должно быть вместе в целом, да? Скучаешь по сестричке? Отвечай. Да. Да. Вообще, какие вы можете молодому поколению дать советы по построению брака крепкого? Доверять, уметь прощать и всегда идти вместе к определенной цели, которую ставят они в жизни. Достигать ее, не бросать друг друга, всегда поддерживать. А вот вы работаете в сфере образования. На какие моменты в образовании ваших детей вы больше уделяете внимания? Семь. Как я сказала, самообразование. То есть в первую очередь мы учим детей самостоятельно добывать знания, без помощи родителей. На примере наших детей, что старшая, что средняя, со второго класса, все уроки все делают самостоятельно, только подконтрольно выполнили они это или нет. Я вам скажу так, довольно успешно, старшая закончила на Алтенбельге, поступила учиться бесплатно, средняя у меня пока уже у нас 7 классов, как отличник. Надеюсь, что я маленький, да, наше воспитание не даст боль. Я добавил еще семейные ценности. То есть здесь мы стараемся отпуск, дни, выходные всегда проводить с семьей и приучаем все праздники, которые у нас проходят, чтобы все были рядом. То есть проводить именно с семьей. Расскажите, есть ли у вас в доме равноправие? То есть именно обязанности женщины и мужчины? У нас все так разделено. Ну, даже посуду моем в определенное время, определенный человек у нас назначен, все расписано. Но при этом, если этого человека нет, посуда моется все равно. А то иногда бывает, что в некоторых семьях, что это не так. Нет, у каждого в доме есть свои определенные обязанности, которые он выполняет. Но при уборке, даже вот самый простой, да, пример, уборка квартиры, то есть кто-то пылесосит, кто-то моет, кто-то мусор выносит, кто-то с маленьким сидит. То есть все распределено. Кто не работает, тот с вами. Да, ну, в принципе, такой, да, у нас. А смотрели ли старшие дети, вот когда еще был младенцем, Ваня за ним? Да. Они сейчас смотрят за ним. Вот у нас Иларион укладывает спать все время Ивана. Тот с другими ни с кем не заснет. Только вот ждет Иларион. Пришел, значит, сейчас посмотрим мультики, сказку послушаем и спать. Так что смотрят они обязательно друг за дружкой, все по цепочке. Иларион, как считаешь, у вас счастливая семья, у родителей счастливый брак? Да. А вот что ты понял из своей семьи, вот каким должен быть идеальный брак, идеальная семья? Ну, должны понимать друг друга, должны уважать, помогать. И у всех должно быть все равно. Обязанности. Ну, сейчас как бы есть все равно тенденция, что, ну, может быть, кто-то не выполняет по дому обязанности. И это приводит к каким-то конфликтам. Это великолепно, что у вас поделены все равно обязанности. И это важно помнить и нашим телезрителям, то, что всегда нужно делить и всегда должно быть равноправие. Расскажите интересную историю из вашей семейной жизни. Может быть, до детей или после появления детей. Да? Какую интересную историю? Какую интересную историю? Не знаю, это... Ванюша. Ну, интересных историй. Ну, у нас просто как бы нет такого, что прям эпического. Стараемся все запланировать. Да, поэтому у нас есть дача, на которой мы все вместе работаем, высаживаем, отдыхаем. Есть время отдыха, когда мы летом выезжаем, да, по какую-то определенную базу отдыха. Есть каникулы, стараемся выезжать на природу, то есть чаще бывать на природе. Ну, и, естественно, как мы уже говорили, стараемся больше времени проводить вместе. Дмитрий Сергеевич Журавлев также родился в семье педагога. Его мама Ольга Алексеевна Журавлева посвятила 38 лет преподаванию химии и биологии. Любовь к предмету перенял и ее сын. В свою очередь его супруга Мария Журавлева – дочь и внучка педагогов. Ее бабушка Мария Анисимовна Кожушка – ветеран труда и отличник здравоохранения. Преподавала в Усть-Каменогорском медицинском колледже. А мама более 40 лет преподавала математику. Ирина Кожушка передала дочери любовь к педагогике, что называется, по наследству. Дорогие телезрители, в продолжении «Мама нашей героини» расскажет нам о секретах воспитания и о своем детстве, а также о поколении педагогов в ее семье. Расскажите, пожалуйста, о ваших родителях, о бабушке, которые также связаны с педагогикой. Ну, в принципе, мама моя, она хоть по образованию и была врачом, но одновременно с этим являлась преподавателем в начале Семипалатинского медицинского института. А потом, так как дети, мы ездили с города туда далеко, здесь практику вести, поэтому она перешла работать преподавателем в медучилище в наше Усть-Каменогорское. То есть, как бы у меня, как у педагога, именно связь есть с педагогикой через свою маму. У той тоже, в принципе, такое есть, потому что ее мама, то есть моя бабушка, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, она была бонной в купеческой семье, то есть целый день был отделен ей как гувернантке, и она на русском языке работала именно с детьми вот этого человека. Ну, а я уже пошла по всем этим стопам, чисто в педагогику, закончила наш Усть-Каменогорский пединститут и 41 год проработала учителем математики. Расскажите о вашей дочери, как она пришла в педагогику, сыграли ли вы свою роль в этом? Здесь вообще было очень интересно, когда она переходила из 7 класса в 8, у них пошла профилизация. А мы с ней с самого детства занимались английским языком, то есть я думала, если она пойдет, то в гуманитарное направление пойдет. Она мне приходит радостная со школы и говорит, мама, я поступила в математический класс. Я говорю, как математический? Она говорит, ты не переживай, я буду преподавать математику на английском языке, так что не пропадет мое знание английского языка. Поэтому вот получилось, но непроизвольно, видимо, она видела, как мы работаем, она видела все наши примеры и пошла по стопам. Потому что не только я являюсь преподавателем, но и жена моего брата является преподавателем. Если я математики, то она русского языка и литературы. То есть мы все семьей, каким-то боком, какой-то частью своей связаны именно с учительской деятельностью. Был ли для вас сюрприз, что ваш зять тоже педагог? Они познакомились тогда, когда дочь моя только поступила, а он только закончил институт. И как-то я даже, может быть, и не удивилась, что учитель, у меня друг моей дочери, но через год поженились, стал муж моей дочери. Так оно и пошло, что вот мы стали совместной учительской семьей. Почему совместной, я сказала, потому что у моего зятя, у него мама также учитель. И мы говорим, она учитель химии, и он учитель химии. А у нас я математик, и дочь у нас математик. Поэтому вот так вот у нас и получилось, что две педагогические семьи объединились в единую семью. А расскажите вообще об отношениях вашей дочери с мужем, моих семейных ценностях, детях. Отношения, знаете, я бы сказала, великолепные. Я просто сравниваю с той семьей, в которой я выросла, прекрасные отношения. И с семьей моей дочери отношения не менее прекрасные. То есть теплые, взаимное понимание идет. Детей у них трое уже выросло. Старшая дочка закончила школу, в этом году поступила. Да, отличие закончила. Салтин Белгейен, средний сын. Тот сейчас идет в седьмом классе, обучение в седьмом классе у него. И тоже, по крайней мере, еще ни одной четверки, даже за четвертью у него не было. Маленький, насколько он что и как будет, не знаем. Но в детском саду его хвалят, что может начинает писать, там буквы они начали изучать. То есть посмотрим, что из него получится. Ну и их связывает всех единое увлечение. Если у нас папа увлекался бальными танцами, наш Дмитрий Сергеевич, маму немножко привлек, то есть мою дочь. Она пыталась в школе заниматься, но там травма ноги, она не могла. А дети, все трое, начиная от самой старшей и заканчивая трехлетним, они все занимаются бальными танцами. И вот младшему сейчас четыре года исполнилось, и он уже 15 октября выйдет на первый свой турнир. Супруги Дмитрий и Мария Журавлевы занимаются бальными танцами. Удивительное хобби передалось и их детям. Старшей дочери Ирине уже 17 лет. Она поступила в Новосибирский университет и мечтает стать инженером-строителем. А в перерывах между проектами и чертежами грациозно танцует. Самому младшему сыну Ивану 4 года. Он ходит в детский сад и ничуть не уступает родным в танцевальном мастерстве. Участвует в региональных конкурсах и с нетерпением ждет каждое занятие. Среднему сыну Журавлевых Илариону 12 лет. Он учится в седьмом классе. Для него бальные танцы – это не просто хобби. Он профессиональный танцор и намерен покорить мир. Иларион, расскажи, пожалуйста, о вашем семейном увлечении, бальных танцах. Как ты пришел в этот спорт? Я помню, что после садика меня одевал папа и сказал, что сегодня пойдем на танцы. Я тогда впервые пошел и до сих пор занимаюсь. В каких соревнованиях ты участвовал и откуда все эти прекрасные медали и кубки? Я участвовал в многих соревнованиях в Алма-Ате, семей, у нас в Усть-Каменогорске, Караганды и многие другие. Какие у тебя эмоции после победы? У тебя, как я вижу, все первые места? Я всегда радуюсь и тренируюсь, чтобы получать их. А мы приехали в школу, где герой нашей программы Дмитрий Сергеевич работает директором школы. Сегодня мы расскажем вам интересные факты о его профессии и о его деятельности в школе номер 29. Поехали! Если дома герой нашей программы Дмитрий Сергеевич примерный семенин и любящий отец, то в школе он уважаемый коллега и руководитель. Дмитрий Журавлев проделал большой путь от учителя химии до директора школы. Подготовил немало призеров областных и республиканских олимпиад. По словам героя, его сердце радуется, когда он видит живые, искрящиеся глаза детей, заинтересованные и счастливые от того, что их любят, уважают, что им доверяют, с ними советуются и дают возможность самостоятельно делать выводы и учиться искать правильные решения. Дмитрий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, очень интересно знать, какой же девиз по жизни у директора школы? Двигаться вперед, не сомневаться, любить семью и родину свою. Какие советы по воспитанию учащихся детей вы могли бы дать родителям? Вот на сегодня самое актуальное – это больше внимания уделять своим детям, постараться как можно больше проводить время с ним. Это будет и семейный отдых, это будут какие-то различные мероприятия. То есть нашим детям на сегодня не хватает, будем так говорить, родительского внимания. Многие дети, в основном своем, по статистике мы смотрим, отрицательное поведение идет именно у тех, где родители очень мало уделяют внимания своим детям. Расскажите, пожалуйста, ваши фишки воспитания ребенка. С собственным примером. Только собственный пример позволяет ребенку видеть родителя. И родители, естественно, становятся тем человеком, тем эталоном, к которому стремится каждый ребенок. Это в психологии заложено. Поэтому каждый родитель должен быть примером для своего ребенка. По мнению педагогов, фундаментом для развития здоровых и счастливых отношений являются семейные ценности. Для членов династии Журавлевых это из поколения в поколение передавать гордое имя учительской профессии. Они преподают разные предметы, но их объединяет профессионализм, желание передавать свои знания детям и, самое главное, поддерживать друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok